Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Еще один день позади. Начали мы текущую неделю и начали ее с очевидного повышенного спроса на доллар. Друзья, я предупреждал то, что так вот просто трейдерам не удастся избавиться от американской валюты, даже несмотря на очень активные меры стимулирования со стороны Федрезерва и правительства. Якобы меры, которые увеличивают денежную массу, разгоняют инфляцию, логичным образом должны приводить к ослаблению курса доллара. Почему все эти риски, они идут где-то сзади? Почему я все-таки ставлю на укрепление курса доллара? Потому что на текущий момент из-за того, что мы по-прежнему говорим о факте отсутствия локализации коронавирусной инфекции, а в факте ее продолжающегося распространения доллара это по-прежнему лучший защитный инструмент, ну или как минимум самый высоколиквидный актив, который может быть легко использован в любых конверсионных операциях по перемещению капиталов на международном рынке. Имейте, друзья, это введу. Сегодня я хочу в доказательство сделать акцент на прогнозы Goldman Sachs, собственно также я назову брифинг, о том, что американская валюта на самом деле недооценена с учетом текущего новостного фона и последних распродаж процентов на 5-10. Неважно какой валютной парой вы торгуете, просто прикиньте, если речь идет о 10-процентной недооценке, насколько может доллар в случае роста оказать давление на рисковые инструменты. Ну, я думаю, что вы все прекрасно уже понимаете, в каких уровнях, в принципе, по валютным парам может идти речь. Давайте вкратце о том, что у нас сложилось за минувший день на рынках по основным финансовым инструментам. Нептянку у нас 26,80, сейчас котировки по Brent, при этом лоу вчерашнего дня был на уровне 25,29. Повторяюсь, друзья, мы все правильно сделали, когда поставили на неизбежное снижение Brent в районе 25 долларов за баррель. 25 точно будет, потом мы поставим новые ориентиры, но вы для себя решите, достаточно ли вам такого профита и готовы ли вы выйти, либо все-таки сохраните именно с такой долей риска желание поработать с этой сделкой на более долгосрочной основе в расчете на то, что Brent может оказаться ниже. Почему мы продаем нефть? Да потому что две проблемы, которые ранее уже обвалили котировки черного золота, это снижение спроса со стороны мировой экономики и рост предложения со стороны ключевых нефтедобывающих регионов после развала энергетического пакта. Эти проблемы никуда не делись, и они по-прежнему сковывают любые попытки покупателей вытащить Brent, ну, хотя бы к максимуму последних недель. Brent WTI обречены на переписи многолетних минимумов. И плюс ко всему, последние новости Саудовская Аравия анонсировала о том, что у них в планах с мая поднятие планку по экспорту дополнительно еще на 600 тысяч баррелей. Я думаю, что этот комментарий явно доказывает то, что Россия и Саудовская Аравия сейчас не ведут переговоры и точно не собираются плясать под дудку США, которые хотят и намереваются, разумеется, в кавычках из-за высокопарных побуждений, помирить два ключевых нефтедобывающих региона мира. По нефти дорога только вниз. Если мы продаем нефтянку, рубль тоже, очевидно, будет испытывать давление. Вчера мы видели 80, жалко, что не закрепились, потому что в целом-то нефть осталась фактически на тех уровнях, которые минимальных дня, которые мы видели в течение всей торговой сессии. Ну, 80 это уже решенный вопрос. Я думаю, что ставим на движение выше 83, ближе к 85. И индекс американского доллара 99.43. Друзья, повторюсь, индекс американской валюты это прекрасная сделка на долгосрок. Американский индекс уйдет в район 103-105 пунктов. Это уж точно. Я в этом ни грамма не сомневаюсь. И впереди у нас данные по Non-Farm Perils. Сначала EDP в среду, потом заявки на пособие по безработице. Это отчеты, которые полностью дисконтируют уже в себе негативные эффекты влияния коронавирусной инфекции. Поэтому от серьезных негативных последствий для американской экономики уже никуда не скрыться. И эти последствия мы увидим в статистике. Надеюсь, что трейдеры с этим трухнут и начнут активно покупать доллар. Золото тоже неплохой вариант для покупок. На фоне присутствующего риска 1611 сейчас мы ждем в районе 1650. Но это для тех, кто все-таки хочет выйти на первой остановке. Я бы рекомендовал поддержать до уровня 1700. Евро против доллара 1.1021. Мы снижаем все уровни доверия потребителей. Минус 11,6. Минус 6,6. Рекордный минимум. Друзья, ВВП валютного блока снизится как минимум на 11%. Простая математика. Если полностью экономика парализована, то за неделю она будет терять 2% ВВП. Сейчас, наверное, трудно будет сказать, что она на 100%, но при этом можем точно сказать, что на 50% она точно парализована. Поэтому в неделю валютный блок сейчас теряет около 1%. И если допустить, что жесткие меры карантина продлятся 3 месяца, 12 недель, можем точно сказать, что в перспективе ближайшего квартала минус 12% и 100% рецессия. Что будет сделать правительство Еврозоны и Европейский Центральный Банк? Да понятно, они будут стимулировать экономику. И вот это мы как раз собираемся отыграть, делая акцент на снижение курса евро. Фунт против доллара 1.2338. Фич снизили рейтинг Англии, я уже говорил. Джонсон находится в самоизоляции. Переговоры по Брекзиту остановлены. И поэтому здесь я предлагаю помимо негатива по фунту еще вспомнить про ожидание роста доллара и понять, почему пара фунт-доллар окажется в ближайшие дни уж точно на отметке 1.20. С СНП 2601 ждем. Американский фондовый рынок ниже. Отметки 2200 пунктов. Трамп, собственно, продлил действие правила дистанции еще на один месяц. Жесткие карантинные меры также сохраняются. Также масло в огонь. Подлили его комментарии, что вирус может стоить американской экономике и США 200 тысяч, собственно, жизней. Это в лучшем сценарии. При этом худший сценарий, как отметил Трамп, подразумевал и допускал, что количество жертв может увеличиться до 2,2 миллионов. Австралийцев против доллара 0.6172. Предлагаю сделку селл-стоп с уровня 0.6070, потому что правительство Австралии анонсировало пакет финансовой помощи на сумму в 130 миллиардов австралийских долларов. Это вот то, что будет бить дополнительно к перспективе смягчения монетарной политики по курсу австралийского доллара. Доллар канадец. Покупаем, друзья. Активно растет пара. Я надеюсь, вы уже в профите. 1.4193. Сейчас сегодня выйдут данные по ВВП, экономическому росту. В 15.30 по Москве ждем слабые цифры и еще один фактор давления на канадца. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.